Привет всем, с вами снова Илья, обзор и прогноз криптовалютного рынка на сегодня, на 5 августа. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке. Биткоин сейчас довольно сильно подрос, с около 9% он прибавил относительно вчерашних значений, пробил отметку 11100 долларов, которая на мой взгляд была одной из ключевых отметок на пути биткоина наверх. Биткоин доминация выросла в моменте более чем на 1% относительно своих пиков, то есть было здесь 67,6, сейчас немного снизилось. И что мы видим на рынке, только лайткоин и стоп-20 у нас здесь вырываются, но об этом мы говорили на прямой трансляции, которая у нас была вчера, что лайткоин это традиционная монета, которая на росте показывает более сильный рост, на падении, как правило, чуть более сильное падение, то есть такая своеобразная повышенная волатильность. Поэтому я думаю, что это для вас не новость. Что касается других альткоинов, естественно, они растут слабее, за счет этого доминации биткоин здесь и прибавил. Сегодня будем смотреть на биткоин, что по нему можно сделать, и немного рассмотрим эфир, но, как говорится, постольку поскольку, так как альткоины, повторю свою мысль в прямой трансляции, сейчас опять интереса никакого не представляют, из них я полностью вышел на той неделе. Итак, ну что же, давайте смотреть на биткоин, что у нас здесь происходит, биткоин после своего пробития уровня 11100 долларов дал сильный импульс наверх, и это, в принципе, понятно, почему произошло, потому что здесь большое количество стоп-лоссов сосредоточено, большое количество и входа в сделку инициативных покупателей, поэтому рост был довольно сильный. Вообще, если рассматривать какой-то такой старый подход, без оглядки на то, насколько сейчас сильно разводной рынок, назовем это так, то это однозначный сигнал на лонг, на покупки. Здесь, я думаю, что можно брать, можно брать по отметкам, которые я вот здесь обозначил, несколькими стрелочками, то есть добавление плюс усреднение. Мне кажется, сейчас это более правильный вариант входа в сделку, потому что, в принципе, все вырисовывается очевидно. То есть мы пробили зону накопления, мы уходим наверх, здесь резкое движение за счет сбора стопов и новых входов. У нас есть несколько уровней ниже цены, по которым, соответственно, здесь можно зайти. Мы видим историю вот этого движения, самого вот этого тренда, мы видим, что особо сильных откатов здесь не наблюдалось, каждый раз просто небольшое до накопления, плюс локальный сброс покупателей совсем небольшой и дальнейшее движение наверх. Поэтому именно такого формата коррекцию здесь примерно стоит ожидать, если мы здесь заходим. Опять же, это все мысли, которые касаются входа, вот без оглядки на какое-то предыдущее движение биткоина. Но сейчас мне кажется, что эта сделка является несколько опасной. Почему это так? Ну, потому что, смотрите, в принципе, картина, которая вырисовывается, она так и кричит, чтобы мы здесь покупали. И, в принципе, в этом нет ничего плохого, если мы выставим соответствующие стоп-лоссы, то есть относительно небольшие. По поводу стоп-лоссы, я думаю, что его можно ставить или строго за вот этой зеленой отметкой, которую я обозначил, или чуть ниже вот этого вот минимума. То есть примерно там 10500, если мы входим последовательно по этим уровням. Второй вариант можно, например, взять по уровню 11200, и поставить совсем небольшой стоп-лосс, или взять от этого уровня небольшой стоп-лосс. То есть попробовать от каждого уровня с небольшим стопом здесь взять, включая текущие отметки. И по поводу дальнейшего движения цен наверх, ну здесь уровни, я думаю, так видны. Это 12400, там 13100, ну и последние это около 14000, чуть не доходя до него. Вот, но если мы посмотрим на то, как нас могут обмануть, а именно это рынок делает последние полтора месяца, то вполне вероятен сценарий, что мы дадим ложный выход из этого вот ценового канала наверх, собираем оставшиеся стоп-лоссы, которые у нас здесь есть, и которые образовались по ходу этого движения, и потом даем резкое движение вниз. Например, если бы я, скажем, был крупным игроком, я бы примерно таким вот образом и сделал. То есть я бы сначала выбил всех продавцов, которые здесь вместе со мной хотят зайти на шорт, и после этого только продолжил движение вниз, когда все уже уверовали в лонг. Поэтому такой сценарий, который здесь следует держать в голове, он прежде всего должен быть для вас своеобразным триггером того, что необходимо здесь все равно работать от стоп-лосса. Даже несмотря на технический сетап, который говорит о ходе блонг, здесь все же необходимо иметь стоп, на случай, если это очередная разводка, которых в этом движении уж слишком много, и я бы даже сказал с перебором. Даже для и без того спекулятивного рынка текущий уровень спекуляций является просто запредельным, и количество обманных маневров для различных подходов к техническому анализу, в том числе, он является, ну, просто, ну, очень много стопов собирают, вот что я хочу сказать. Вот, это что касается биткоина на текущий момент времени, подытожим, здесь возможны лонги, лонги по вот этому вот движению, которое я обозначил условно зеленое, движение выглядит следующим образом, у него есть определенный тип, этот тип движения, он растущий, сбалансированный рост с до накоплениями, сейчас резкое движение, но выбивается из калии, только потому что здесь большое количество стоп-лоссов и инициативных покупок, поэтому можно попробовать взять лонг по уровням, которые я обозначил, насчет сильной коррекции здесь рассчитывать не стоит, поэтому сильная коррекция, это, скорее всего, будет разворот. Но вместе с тем необходимо иметь какой-то стоп-лосс, скорее всего, или за зеленой зоной, за этим минимум, или брать стоп-лоссы за каждым из этих уровней, если вы берете по текущим ценам, для того, чтобы застраховаться на случай, если мы просто выбиваем стоп-лоссы продавцов, которые здесь явно лишние для крупного игрока, и после этого уходим довольно сильно вниз. Вот, это что касается биткоина на текущий момент времени. Далее рассматриваем эфир, и то, что происходит в целом по рынку альткоинов. Ну, вот сейчас мы видим, пока биткоин немного замедлился, эфир, например, у нас начинает вырастать. Это, да, это интересная тенденция. Скорее всего, сейчас какие-то определенные такие вот росты покажут некоторые альткоины на замедление биткоина, но тренд на доминацию сохранится, потому что впоследствии мы будем видеть, ну, если мы будем видеть дальнейшие толчки по росту биткоина, скорее всего, для альтов здесь денег не хватит, и они будут расти намного медленнее. Вот то, что мы видим по эфиру, мы тоже самое видим по всем альткоинам. Повторю мысль, опять же, вчерашней прямой трансляции. Мы здесь сформировали зону затухающих колебаний, мы все снижали и снижали волатильность, и однажды, соответственно, эта ситуация должна нарушиться резким движением цены, потому что здесь уже слишком много и близких, и далеких, и средних по размеру стоп-лоссов, и поэтому в любом случае мы какие-то из них будем сбивать и резкое движение показывать. В данном случае, так как биткоин продолжил движение наверх, то и альткоины за ним здесь подтягиваются. Но общее впечатление об альткоинах остается тем же самым. Пока что, ну как пока что, уже очень долгое время, они не демонстрируют нам явных признаков того, что их стоит добавлять и в портфель, и торговать по ним. Так как зачем платить больше, если у нас есть тот же самый биткоин. Вот это то, какие у меня мысли на текущий момент времени. Если по рынку что-то принципиально изменится, или, скажем, по этим сделкам там будет что-то еще новенькое, я отпишу в телеграм-канале. А так, я напоминаю вам еще одно дополнение. Я напоминаю вам, во-первых, что рынок сейчас довольно сложный, и если вы не уверены в каких-то среднесрочных и краткосрочных сделках, то лучше от них полностью отказаться. Во-вторых, я напоминаю вам, что этот рынок рискованный, и сюда не нужно инвестировать то, что вы не готовы потерять. Вам нужно формировать несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимать самостоятельно. Я с вами прощаюсь до, скорее всего, завтрашнего дня, и всего доброго!